Улучшить социальную инфраструктуру своего района, Махали или города. Такая возможность есть у каждого узбекистанца. Благодаря стартовавшему 1 февраля очередному сезону проекта «Инициативный бюджет». Но в этом году внесли некоторые коррективы в процесс голосования, согласно которому оно будет производиться по принципу «один гражданин, один голос» с деталями. Познакомился Пахлавон Садыков. В 2023 году гражданам поступило более 105 тысяч предложений. Вот уже с 2021 года множество проблем населения решается путем голосования граждан. Это и реконструкция, и строительство дорог, социальных зданий, закуп современных технологий, медучреждения, проведение электричества и газа в отдаленных уголках страны и многое другое. Мы видим, исходя из практики, в 2021-2022 годах сумма выделяемых средств в инициативное бюджетирование увеличивается год за годом. Для сравнения, если в 2021 году было выделено более 500 миллиардов суммов, то в 2022 году данный показатель составил уже 2,5 триллиона. В прошлом же году суммарно на Open Budget направили порядка 4,5 триллионов суммов. С 1 февраля стартовал новый сезон открытого бюджета. Граждане могут предложить свои проекты для финансирования из местного бюджета. Процесс будет осуществлен в три этапа. Первый шаг – подача проектов, затем сортировка поступивших инициатив, и заключительный этап – сам процесс голосования. Для сравнения, в 2021 году в этих селях было направлено 500 миллиардов суммов, то в нынешнем, в 2024 году эта сумма составляет на первый сезон более 3 миллионов, а в целом в 2024 году в этих селях будет направлено более 8 триллионов суммов. Инициативное бюджетирование не только позволяет обеспечить участие граждан в бюджетном процессе, но и также обеспечивает прозрачность и эффективность использованных бюджетных средств. Кстати, на сей раз будет по-другому – систему UpgradeNut. Отныне будет применена практика «один человек, один голос». Это решение проблемы многократного голосования одним человеком с разных, но принадлежащих ему телефонных номеров. Теперь каждый может проголосовать только один раз, независимо от количества сим-карт на его имени. Но изменения этим не ограничиваются. В отличие от прошлогодних сезонов, в этом году второй сезон мы планируем провести в июне-июле, потому что в прошлые годы победители выявлялись в сентябре. Согласно новой же системе, мы сможем определить победителей уже в августе. Это поможет ускорить реализацию победивших проектов уже к концу года. Адресность средств, эффективность и решение реальных проблем – все эти факторы повышают интерес участия в данном процессе все больше наших граждан. Благодаря инициативе президента, открытого бюджета, мы достигли значительных успехов в этом направлении. То есть дается возможность не только председателям Махалеи, но и каждому человеку решать то, как можно поменять жизнь. И все стало возможным благодаря инициативному бюджетированию. За эти два года мы за счет участия в данном проекте смогли построить несколько воркаут-площадок, отремонтировали внутренние дороги. Исходя из этого, инициативное бюджетирование очень актуально в Махалях и для ее жителей. Люди осознают это и голосуют за новые комфортные условия проживания. Вместе с Махалинской семеркой мы намерены изучить проблемные вопросы у граждан и, исходя из этого, сформировать проект для голосования. За прошедший период мы смогли отремонтировать дороги, заменить трансформаторы и многое другое. Мы увидели реальные результаты. Народ заинтересован в участии в данном процессе. Надо признать, до этого у нас были проблемы в Махалях, но сейчас почти все трансформаторы заменены на новые, и дороги, которые долгое время были в плохом состоянии, были заасфальтированы. Самые актуальные проекты прошлого года были связаны с ремонтом внутренних дорог и строительством в школах. И этот сезон обещает быть наполнен интересными проектами, которые поменяют жизнь многим нашим гражданам. Важно помнить, что ваш голос может стать решающим в этом процессе. Так что голосуйте за достойные проекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова